Когда Владислав Кочетков поступил в Саровский физико-технический институт, у него сразу была цель – попробовать себя во Всероссийской Олимпиаде по физике. После поступления студент начал готовиться к отборочному туру, прорешивал варианты заданий. Зимой из-за сложившейся ситуации с ковидом я думал, что Олимпиады уже не будет. Но вот нам сказали, что можно поучаствовать, и я решил попробовать свои силы. Изначально не думал, что получится добиться таких серьезных результатов, потому что все-таки мы первокурсники, а соревноваться нам придется со старшими курсами. Ну вот получилось показать себя, я в принципе рад результатам. В процессе подготовки к Олимпиаде ребята решали задачи с высоким уровнем сложности, занимались и с преподавателем, и индивидуально. В результате в финал Олимпиады вышли пять студентов с РФТИ, четыре из них – это первокурсники. Мы интересуемся, конечно, различными студенческими Олимпиадами, и на следующий год мы 100% планируем попробовать свои силы вновь в этой Олимпиаде, Всероссийской студенческой Олимпиаде студентов, и пытаться улучшить результат. Два года студенты Саровского физико-технического института не участвовали во Всероссийской Олимпиаде по физике из-за пандемии. В этом году ребята и преподаватели возобновили активную Олимпиадную подготовку, и на очном этапе в Москве на базе НИЯУМИФИ сразу же показали высокий результат. Команда из РФТИ заняла почетное второе место. В данной команде подводится в личном первенстве. В личном первенстве присуждается одно первое, одно второе, одно третье место. А также в командном зачете. В командном зачете идут три лучших результата из команды. По результатам выстраивается рейтинг. Игорь Орлов, Владислав Кочетков и Данил Кочетков показали лучшие результаты в Олимпиаде и вывели команду с РФТИ в призеры. Третий курсник Игорь Орлов также стал четвертым в личном первенстве. Он набрал 35 баллов. Считаю, что можно было лучше подготовиться, но на третьем курсе достаточно серьезная учебная программа, поэтому времени было немного. Надо было уделять время в том числе основной учебе, не только Олимпиаде. Но я считаю, как проверка знаний, которые у меня еще есть с первого-второго курса, Олимпиада была хорошим явлением. Победители и призеров в личном и командном зачетах Всероссийской студенческой Олимпиады по физике наградили дипломами, планшетами и книгами. Светлана Ярунова, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24.